В скором времени железнодорожный переезд в районе поселка Гумрак уже не будет причиной автомобильных пробок на дороге, ведущей в аэропорт. К концу года здесь планируется частично открыть движение через путепровод, строительство которого близится к завершению. Ход возведения этого объекта, а также второй очереди моста через Волгу, проверила инспекция областного правительства. Слово Елене Лыковой. Строительство путепровода рядом с аэропортом было начато по инициативе губернатора Сергея Баженова осенью 2012 года. Основная цель – избавиться от автомобильных пробок на железнодорожном переезде, что особенно важно и в целом для города в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года и для жителей окраинных поселков. Тысячи людей каждый день опаздывают на учебу и работу из-за простоев у закрытых шлагбаумов. Движение поездов на этом отрезке очень интенсивное и ждать зеленый свет автомобилистам приходится долго. Решит все эти проблемы новый мост. Он уже готов на 80%. Уже первый слой асфальта лежит, перилы стоят, осталось поставить мачное освещение, немножко водоотвод доделать и сам мост практически готов к эксплуатации. По контракту окончание работ намечено на декабрь. Однако правительство региона потребовало строителей делать основное асфальтовое полотно после зимы. Поэтому в конце года объект откроют для машин частично. Это будет двустороннее движение по одной полосе. Мы договорились с подрядчиком, чтобы не портить качество дорожного полотна, основную часть дороги, шлифовальную дорогу, можно сказать так, основной этап будет завершен в мае. Но для того, чтобы не испытывали жители города дискомфорт, мы откроем дорогу в конце декабря. И прекратятся уже пробки на железнодорожном переезде. Мы проговорили по объему финансирования. Деньги в бюджете у нас на эти цели имеются. Активными темпами идет возведение другого, важного для региона объекта – второго пускового комплекса моста через Волгу. Стоимость проекта свыше 14 миллиардов рублей. Впервые после долгого перерыва в декабре прошлого года область получила федеральную поддержку. Договоренности в Москве были достигнуты губернатором Сергеем Баженовым. Сейчас подрядчик отрабатывает выплаченный ему аванс и планирует до января завершить все запланированные на этот год работы. Сейчас идет сооружение стакад сразу на двух берегах Ахтубы, а также сборка пролетного строения руслового моста. Готовность физическая достаточно высокая. Основные сооружения практически все выполнены. То есть сегодня та вторая половина средств, которые надо освоить на этом объекте – это в основном дорожная часть. В следующем году, уверен первый вице-премьер правительства региона Роланд Хирианов, финансирование строительства моста через Ахтубы будет продолжено в полном объеме, в том числе за счет федеральных средств. Такая договоренность была достигнута на рабочей встрече губернатора Сергея Баженова с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Планируем получить 7 миллиардов рублей для завершения в полном объеме второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Это ключевая стройка. И я думаю, что после того, как эти работы будут завершены, мы не только снимем накал пробок, которые скапливаются в районе Волжской ГЭС, но и в этом сегменте мы получим новую индустриальную технологическую стройку, которая позволит в первую очередь на новом качественном уровне проводить новые строительные методы, новые строительные технологии. Ожидается, что мост через Ахтубу будет пущен летом 2015 года. Одновременно начато проектирование и третьей очереди этого путепровода – 12-километровой дороги, которая соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Елена Лыкова, Станислав Лопатин, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.